Всем доброго чаривного утра и казкового дня. Всем прекрасного настроения и сказочного чудесного дня. Пусть сегодня у каждого случится какое-то хорошее маленькое чудо. В общем, всем здоровья и хорошего настроения. У меня сегодня буду готовить перловку. Я уже как-то рассказывала о пользе каш и круп в нашем рационе. Вот как раз время опять к этому вернуться. Я сегодня буду готовить перловую крупу, перловую кашу. Стояла она у меня открытая долго, наверное, год. Осталось полтора стакана. Это я ее замочила и она увеличилась в размере. О пользе круп я уже рассказывала неоднократно. Повторюсь, в каждой крупе есть какие-то свои специфические свойства, свои изюминки. Вот, к примеру, в перловке это не очень много всяких веществ. Она не такая калорийная, всего 320 калорий на 100 грамм. Плюс там есть еще 9 с чем-то там белков тоже на 100 грамм, тоже это немало. Ну, кроме там витаминов и минералов, в перловой крупе есть очень хорошая польза от нее. Особенно для женщин, которые уже за, как я говорю, похилого веку. Там есть такие аминокислоты, называется лецитин, которая вырабатывает коллаген в нашем организме. И как бы замедляет старение организма. Поэтому, кому интересно, можете почитать про перловую крупу, какая она полезная. А яшневая это, в принципе, та же перловка, только перловка это шлифованное зерно. А яшневая переработанная вместе с вот этой кожурой. И она даже еще полезнее. Ну, сейчас у меня перловка. Я ее сейчас отварю. Кто хочет заморочиться, может ее в таком виде немного подсушить, поджарить. Она будет еще вкуснее. Ну, я просто отварю ее. Вот. И буду добавлять, кто, особенно кто сейчас в похудении, очень хорошо ее добавлять в разные овощи. Там, вот я себе, что было, вот видите, лук, морковь, грибы, там филе куриное. Я это все поджарю. Вот. И буду добавлять кашу отдельно. Вы поняли, да? Поджарка. А туда буду добавлять уже это каши, сколько мне нужно. Ну, это я не только на себя буду делать поджарку. Для себя, может, вообще не буду. Я еще посмотрю. В общем, вот такая у меня сегодня с утра вот такая работа. Отварить кашу, сделать поджарку с овощей. Если у кого есть, можно туда еще в поджарку добавлять и фасоль стручковую, и горошек. Ну, в общем, и брокколи, в общем, все, что есть. Цветная капуста. Вот. И овощи разбавлять кашей. И будет очень и вкусно, и не очень калорийно. Каши можно отварить много. Положить, поставить в холодильник и пользоваться. Так, ну что, буду готовить. Так, ну что, буду готовить. Так, ну что, буду готовить. Так, немного поджарилась. Теперь перчик. Ну, кто любит какие-то приправы. Потом у меня есть такой молотый лавровый лист. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, горько не было. Кориандр. Так, еще мы есть немного паприки. Сейчас еще паприка добавлю и соль. Ой, паприка и соль. Так, паприка. Так, и соль. Каша варится. А здесь уже почти готово. Все, помешаем. И все, и сюда потом уже отварную крупу. Сколько хотите. Больше, меньше. Это тоже вкусно. Конечно, если тут было еще горошек, брокколи. Касолька. Ох, было вообще вкусняшко. Вот так вкусно. Все, почти готово. Так, ну что, каша сварилась. Мы теперь в поджарку добавляем столько каши, сколько вам хочется. Остальное можно поставить в холодильник. Можно добавить зелень. Вот, вот такая вкусняшка у меня получилась. Будет очень вкусно. Я еще ложечку каши добавлю. Блюда готова. Блюда готова. Хорошо было бы еще больше моркови, но у меня просто уже нет. И там осталось все время больше. А там было бы хорошо, если морковочки было побольше. Все. И так оно получилось. Видите. Поближе. Очень вкусно. Так что, готовьте. Всем приятного аппетита. Вот такое блюдо получилось под звуки воздушной тревоги. Там гудела, а я готовила. Думаю, должно получиться вкусно. В общем, всем еще раз приятного аппетита. Кому понравилось, готовьте любую крупу. Отварили, поставили в холодильник, любую поджарку, смешали. Можно рис, можно пшено, можно булгур. Все, что есть. И будет очень вкусно. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.